Всем огромнейший привет! Снимаю сегодня новое видео о пустых баночках. И давайте начнем со средств для волос. Первое, что хочу показать, это вот такая вот парочка средств от фирмы Невея. Их новые линейки с молочными протеинами. У меня был для сухих волос тонких и поврежденных бальзам и шампунь. Мне понравилась непрофессиональная, конечно, косметика, но для масс-маркета в принципе нормальная. И было интересно попробовать эти новинки. Следующий для волос это мужской шампунь. Вот такой вот DAF Men&Care шампунь и кондиционер 2 в 1. Женя в принципе любит DAF, средства для волос для мужчин. Покупает понтин и DAF, его все устраивает. Следующий тоже для волос, что у меня закончилось, это вот такой вот несмываемый кондиционер двухфазный Glisskur. Постоянно такие покупаю. На этот раз у меня закончился вот такой вот с черной этикеткой масляного цвета, такого желтого. И сейчас у меня на замену тоже другой Glisskur двухфазный кондиционер. Следующее средство для волос, которое закончилось, это была вот такая вот маска. Я показывала как-то в покупках. Эти маски продаются в Ацинсе. С каким-то маслом овса или чем-то таким, мне, честно говоря, не понравилось. Потому что у нее такой запах потом стал. Как будто, знаете, запах похож, если с какой-то старой печки, в какой-то старой хате обшкрябать масло засохшее. И вот его понюхать, какой-то вот такой вот прогоркалый аромат масла. Поэтому я использовала и больше покупать не буду. Следующее тоже для волос закончилось. Это вот такой вот шампунь сухой Batiste Original, обычный, классический. Мне понравился нормальный шампунь, я была довольна. Следующее тоже для волос закончилось. Это вот такой вот жидкий шелк Fluid от Dr. Santé для длинных и секущихся волос. Это силиконовая сыворотка. Она была такая белая, прозрачная точнее, очень силиконовая. Мне понравилась, потому что я постоянно такими пользуюсь. Она у меня улетела просто буквально за, не знаю, за месяц или за два. Следующее, переходим уже к средствам для лица. Закончилась вот такая вот мицеллярка от Nivea. Обычно их мицеллярная вода, касторовое масло, пантенол для всех типов кожи. Мне эта мицеллярка в принципе понравилась. Так, дальше для лица закончился вот такой вот тоник Himalaya для нормальной комбинированной кожи, без алкоголя. Мне тоже понравилось. Такой достаточно таки качественный тоник был. Заказывала в интернете, кстати, на каком-то сайте или мейкап, или косметикс, по-моему, не помню. Следующее средство для лица это Clean & Clear Advantage. Это для проблемной кожи средство я использовала для вечернего умывания. Такой, правда, термоядерный. Написано, что очищает, предотвращает появление прыщей, не пересушивает кожу. Немного, конечно, пересушивает, но я без таких средств не могу. И мне, в принципе, понравилось. Летом пользовалась, летом нормально, не сильно сушила. Закончилась вот такая вот двухфазная жидкость для снятия макияжа. Покупала то ли в Еве, то ли в Ацинсе, то ли в Эпицентре, я не помню. Это такие двухфазки, которые не очень дорогие, меньше 100 гривен. Я ищу по акции, и, по-моему, эти я покупала по акции гривен за 40 или за 30. Следующее, что закончилось, это дегтярное мыло от Невской косметики с березовым дегтем. Я использовала для умывания. Это для проблемной кожи, но нужно иметь в виду, что оно сушит. Оно помогает от несовершенства, но оно сушит кожу. Следующее тоже для проблемной кожи. Я покупала в Эпицентре вот такой вот спрей хлорхексидин. Я использовала в качестве тоника, локально, если были какие-то такие участки, которые нуждались в дезинфекции. Следующее средство, это закончился вот такой вот гель для умывания с зеленым чаем и экстрактом гинкобелоба. Зеленая аптека для нормальной и жирной кожи. Среднестатистический, не глубоко очищающий, не сушащий, такой мягкий, приятный, нормальный. Так, дальше еще осталось для лица. Вот закончился вот такой вот крем Биокон. Для кожи вокруг глаз, натуральный уход, увлажнение, антистресс, сохранение молодости. Он совсем такой легкий, невесомый. Утром я его использовала под макияж нормально, но для вечера хочется что-то такое более жирное, более питательное, более увлажняющее. Этот же крем, он совсем легенький. Следующие это уже будут для, хотя есть еще для лица, да. Вот такие вот полоски закончились. Бьюти формула, по-моему они продаются в Ацинсе, да. Это очищающие полоски для носа и они мне понравились, они им были качественные. И закончился еще ряд масок. Вот такая вот маска с каким-то золотом закончилась. Такая была золотистая. Это я в просторе покупаю в Еве. Вот такая вот маска с алоэ увлажняющая. У меня была, тоже половинки еще остались. Грязевая маска Виа Бьюти, тоже половинка. Следующее, что закончилось, это уже гели для душа. Закончился вот такой вот гель от Нивея. Я очень люблю этот гель с такими гранулами. Свежесть лимонграсса, он очень освежающий, очень у него приятный аромат. Лимонный, скорее даже лаймовый. И вот не такой аромат, как у Ферри. А очень такой приятный, терпкий такой аромат, как вот зеленый чай с лимоном. Или как-то вот, ну, такой очень приятный аромат. Невозможно его описать, он действительно приятный очень. Следующий, это гели Фа. Закончился вот такой гель Фа, как она от Вотер, с экстрактом кокоса. Такой освежающий, прозрачный, совсем видите, там такой еле-еле голубоватый. Приятный аромат кокоса такой был, сладковатый, мне понравился. Дальше кремовый гель от Фа закончился. Это йогурт, аромат черники. Он такой белый, кремовый, тоже очень приятно пахнет. Ну, не сладко, не как варенье, а так, ягодный такой аромат, молочно-ягодный, йогуртом, в принципе, пах. Следующий, это вот такой вот пилинг для тела, fresh juice, с маслом корицы и апельсином. Понравился, очень понравился аромат корицы, апельсинов и сам пилинг. Это не скраб, конечно, но для вот ежедневного пилинга или там через день, ну, гель для душа плюс пилинг. В принципе, неплохо. Следующий, это жидкое мыло. Вот такое вот мыло персиковое. Аро, это торговая марка, которая продается в метро, но мне не понравилось. Очень жидкое, стекает между пальцами, пенится плохо. Оно дешевое, а оно некачественное, поэтому я покупать его больше не буду. Дальше вот такое вот мыло закончилось. Это я покупала в просторе Viva fruits дыня. Оно тоже дешевое, но оно качественное, оно густое, оно хорошо пенится. Оно очень вкусно пахнет дыней, поэтому вот это мыло мне понравилось. Следующее мыло, это вот такое вот мыло FA. Это из вот этой линейки, из которой гель этот тоже кокосовый, с экстрактом кокоса. И мыло тоже хорошее, пахнет тоже кокосом, качественное, нормальной консистенции, в принципе, хорошее. Следующее, это вот такое вот средство для интимной гигиены. Я его не первый раз покупаю, это с облепихой и молочной кислотой. Тоже нравится пользоваться, очень такое приятное в использовании. Следующее, это средство для линз, жидкость, две упаковки закончилась. Одна вот такая вот большая, Renew. И маленькая, это Женя брал в поездку, это у нас дома стоит. Следующее средство, это дезодорант мужской, вот такой вот, L'Oreal Manning Expert, шариковый. В принципе, Женя вроде бы ничего плохого про него не говорил. Следующее, что закончилось, это для лица и для разных таких целей, потому что, ну там что-то продезинфицировать, это настойка календулы. Но она спиртовая, в качестве тоника, только локально на какие-то места, которые этого требуют. Остался гель для душа. Вот такой вот гель Old Spice. Это мужской тоже, ну такой, весьма посредственный. И я пользовалась, и муж пользовался, нормальный. И несколько паст. Вот такой вот Colgate Max White. Это с отбеливающими пластинами закончился. Дальше вот такой вот Optic White. Colgate очень термоядерная. Она с какой-то красящей синенькой, поэтому она называется Optic. Она визуально красит зубы, и там такие есть синие частички, которые растворяются. И они, когда попадают на умывальник, они красят его потом в такой синий цвет, и их невозможно смыть оттуда. Так, дальше. А вот такая вот паста, это какая-то мне незнакомая паста. Но это то ли в гостинице в Америке мужу дали, то ли где-то он там, по-моему, это из гостиницы. И две детских пасты. Вот такая вот Aqua Fresh, мои большие зубки, 6-8 лет. Неплохая такая, я тоже не первый раз покупаю. И детская вот такую вот маленькую купила Juicy Splat. С вкусом и ароматом мороженого. Вот, все, наши пустые баночки закончились. Всем огромное спасибо за внимание, всем пока!